всем привет дорогие мои друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник и сегодня мы с вами напишем такой замечательный букет маслом мастихи нам эту работу я нашла на просторах интернета художник евгений лоскутов у него много очень таких вот там именно мастихиновых работ красивых можете посмотреть в интернете подписывайтесь на канал включайте колокольчик кто не включил чтобы не пропускать для новые видео будут выходить разбавитель white spirit без запаха холстик у меня 30 на 40 меньше не берите потому что очень неудобно мелкие детальки прорабатывать делю холстик на 4 части приблизительно да и вот здесь намечаю вазочку она прям конкретно влево смещена наметила такой куб да сначала центральную москопом по бокам несложная вазочка то есть такая очень очень простенькая ее будет совсем самый низ виден вот здесь вот внизу такая линия угол стола пусть всем совсем краешек и вот коричневая линия такой волнистый покажу где у нас будет наш букет букет будет непосредственно вот кисть показываю строительная щетинка номер 25 но такая мягенькая букет показала саму непосредственно теневую вот там где у нас фона не будет видно голубая фц белилки капельку индиго таким вот цветом закрыла левый край меньше белил тех же цвета вот видите так пятниста как бы крест-накрест или волночкой да какими вот мазочками я заполняю фон очень-очень тоненько фоном надо сделать чтобы он такой вот не идеально выглаженный был от пятнистый чтобы всякие оттеночки там играли да ну то есть для интересности то есть сильно его не приглаживайте не перемешивайте идеально надо движение чтобы было показать интересное даже вот ох ручки где-то к низу с пилинками добавляю ближе к линии стола у нас будет посветлее красненький охран высветляю по бокам кисты на кисточке краска есть если темно берите чистый белый там уже смешается как бы непосредственно с остатками краски кисточки на том то что на холсте есть уже прохожу слегка объединяю где-то добавляю еще немножко индига по чуть-чуть по чуть-чуть вот добавила охры кисть протерла взяла белила ты чуть-чуть растушевала слева от вазочки теневая тоже пока так вот дымчато воздушно закрываю около вазочки потемнее и дальше тень останется более мягкая повыше коричневого добавляю и и вот белила с индиго закрываю таким цветом вазу смотрю чтобы вертикали были вертикальные фиолетово-розовый хинокритон с коричневым таким цветом здесь пятно закрыла тоже такими коротенькими крестообразными движениями втираем добавляем коричневый голубая функция вот такие вот движения ветер закрывал как бы маленькие крестообразные движения вытираем кисточку с одной другой стороны и таким образом мы с вами заполняем полностью вот весь вот этот вот букет а вот здесь краешек больше желтого в наш вот этот коричневый зеленым с коричневый с голубой фацет зеленоватый такой оттенок край букета такой и сухой кисточкой края эти слегка-слегка вот растушевываем с фомом такой видите облачное состояние получилось туманное индиго кисть щетинку уже взяла небольшой прорабатываю прорабатываю тень более контрастно около вазочки и так вот дальше растягиваем под вазочкой очерчиваем обязательно чтобы показать что она у нас стоит на поверхности непосредственно вот линия стола которая у нас я беру индиго с белилками вот видите провожу горизонтально и потом вот перебиваю этот мазок вертикально не полностью перекрывая тот вот темный подмалевок да которые мы изначально нанесли а так вот местами охра с белилками посветлее справа от вазочки красочки уже беру более пастозно обрисовываю контуры вазочки подчеркиваю ее форму прорабатываю еще тень больше индиго коричневый да если не хватает белила с охрочкой вот я начинаю такими вот вертикальными мазочками опять таки видите не полностью перекрываю то есть где-то у меня этот серенький цвет он виднеется чтобы у нас не было однородная однотонная какая-то ваза а было интересно с какими-то элементами декоративными мазочки по форме вазы если у нас вот верхняя часть она такая вертикальная мазочки вертикальные а вот само основание ножка на которой она стоит она такая более уже округлая получается то есть там уже движение вот по форме этой округлости индиго добавила оттенила кое-где беру кисть лайнер очень жиденько делаю красочку развожу индиго и начинаем прорисовывать из нашей темноты до сосновы букета начинаем вводить тоненькие маленькие такие корявенькие веточки на которых у нас собственно уже потом будут листочки большая часть их конечно перекроется потом листвой но это очень хорошо вам поможет в том плане что мы будем видеть где веточка и где конкретно наносить мазочки наше листво такими тоненькими тоненькими сначала провожу какие-то основные да ветки ну помните я говорила что так проще основу какую-то нанести а потом уже от нее более тоненькие кисть вот такую щетинку опять-таки голубая ФЦ с коричневым держу кисточку очень и очень легко буквально двумя пальчиками и испачкала вот самый край кисточки то есть там никакой пастозности и вот такой вот легкая и легкими такими мазочками по краю букета я пятнышками прохожу где-то вот добавляю таких более темных пятнышек мастихин уберу белилки проработаю вазочку уже более ярко более пастозно где вот не хватает да кисточка все равно с этой задачей не справляется она все равно перемешивается с предыдущими слоями можно конечно но надо потрудиться мастихин с этой задачей справляется попроще укладываем оттеночки на вазу с коричневым капелькой к низу тут у меня подпачкалась захватила случайно голубой ФЦ ну не страшно стерла и так вот пальчиком растерла и так вот пальчиком растерла добавляю еще белилок чтобы вниз вазочки был такой красивый тоже делаю по четче беленьким также индиго добавляю теневые какие-то участки то есть согласитесь это будет неинтересно когда у нас будет просто белая ваза и вот здесь теневая да я беру индиго и вмешивая в этот белильный оттенок как бы показала что у меня с левой стороны на вазе легкая тень охра голубой ФЦ голубую ФЦ добавляем по чуть-чуть не сразу много берем это очень такая сильная краска да ее надо если охра мы берем да такую большую капельку краски каплю то голубой ФЦ вот буквально там носик мастихина достаточно окунуть и как бы уже получится такой зеленоватый оттенок красочки немного вот сейчас такие вот по краю такие видите цвета хаки или оливка да что то такое вот таким цветом нанесла мазочка замешиваю тот же цвет только добавляю желтенького белилок если очень яркие цвета получаются да можно их приглушать коричневым таких вот оттеночков мастихин вращайте держите легонечко его и вращайте в разные стороны чтобы не было знаете такого листва смотрела в одну сторону то есть вращайте его чтобы такое вот интересные движения были и опять таки тоже я держу его очень-очень легко то есть сильно я не выдавливаю и помните про то что если первые слои краски мы всегда на фон мы втирали наносили тонким слоем то последующие слои мы всегда наносим более нежными нежными касаниями то есть не давя на холст голубая фацис коричневый замес здесь темная зелень то есть слева такой темный участок потом где-то пошла еще в другую часть букета смотрим чтобы у нас это пятно темное не было где-то в одном месте где-то мы мигнули еще там в другой части букета то есть такой вот чтобы разбросано было это касаемо не только теневых но и потом когда мы будем прорисовывать цветы листья вот эти чтобы они эти оттенки как бы не резали глаз вот где-то в одном месте а именно вот были везде просматривались коричневый с хинокритоном более потемнее тут но делаем охра набрала вот сейчас прочерчу себе где у меня будут два основных цветка да такие вот вот этот подниму повыше вот здесь вот можно подтереть и охра я вот такими крупными красочки не жалеем берем прям хорошенечко на мастихин мастихин постоянно протираем потому что подмешиваются предыдущие оттенки и вот видите я показала центр куда у нас все лепесточки должны сходиться вот туда коричневой красочкой теневую серединку охра с белилками с желтым чистой охра нанесли до основы сейчас стеночки посветлее короткими мазочками наношу но резкими то есть чтобы край у нас такой вот уходил растворялся вовнутрь цветка чтобы он не заканчивался как-то очень резко вот этот хинокридон с коричневым добавила охры в остатке и нижний цветочек также прорабатываем он висит пониже то есть от этого большого также теневая да падает поэтому мы закладываем изначально не охру а вот с таким вот коричневым хинокридон оттенком также какие-то вот более светлые мазочки коричневым оттеняем если это надо опять-таки вот в этот замес да уже вот ухаристы добавила чуть-чуть голубой фицы такая зелья получилась работаю уже с теми красками да вот смотрю какие у меня замесы есть и там вот варьирую добавляю каких-то других оттенков в них то есть получатся какие-то новые то есть смотрите что у вас на палитре есть пускай они там возможно будут чуть-чуть отличаться как бы не страшно как я всегда говорю да если вам надо какой-то новый замес сделать не делайте его в предыдущий замес сделайте где-нибудь рядом пускай он останется если вам вдруг понадобится вернуться либо добавить да вот этот какой-то там охристый оттенок ахаки этот он у вас уже будет то есть его не надо попадать в тон и замешивать заново вот розовый я смешала с белилками успокоила его немножко желтым такие вот коротенькими мазочками пятнышки показывают какие-то розовые цветочки да вот я на краю букета показала также где-то немножечко в середине букета то есть я тоже чтобы он не в одном месте этот розовый присутствовал еще больше разбили вот показываю как легко держу мастихин буквально двумя пальчиками он не вращается легкими-легкими такими вот движениями я вот этих вот разбеленных разбеленных розовых добавляю белилки с голубой фикси такими короткими мазочками можно их приблизительно собирать как бы в кучку показывая какие-то цветочки мелкоцветки что-то такое вот больше закруглять как бы да придумать где вот серединка цветочка и туда их как бы вести то есть не возбраняется то есть можно так вот как здесь видите приблизительно вот они пошли куда-то там в центр нет никакого там центра ну вот что-то такое можно так вот поиграть работа в принципе такая вот она вся-вся мазочками как бы видно да что у нас конкретно читаются только вот эти два охристых цветка остальное это масса массы таких мазочков и только как бы мы уже приблизительно понимаем что это да это какие-то цветы а выписанного идеально вырисанного то есть там ничего нет вот беру замес собираю все-все кучу что у меня там есть сложно назвать оттенок и вот прям смотрите пастозно и большими такими вот крупными ломаю их да то в одну сторону то в другую где-то они наслаиваются один на другой эти мазочки пересекаются то есть вот такая вот листва получается довольно таки крупненькие такие также вот видите на большой цветочек листочек закинула охры добавила в этот оттенок таких вот листочков даже по голубеньким по нашим прохожу чтобы не было такое пятно прям голубое и все между этих цветочков голубеньких розовеньких тоже может виднеться листва и это правильно будет добавить туда каких-то таких оттенков вот эту зелень взяла намешанную да еще желтого добавила посветлее то есть можете какой-то свой посветлее оттенок замешать белилки с желтым чуть-чуть коричневого чтобы он не был сильно яркий более спокойный и чуть-чуть туда вот этого захватила зеленого замеса и таких вот светленьких мазочка ставлю слегка слегка цепляю белилки чтоб посветлее был такими пришлёпываниями мастихином можно какие-то показывать знаете как колосистые какие-то цветочки вот видите пришлёпывается так интересная тоже фактурка получается довольно и вот куда носик мастихина смотрит туда как бы этот колосок будет уже верхние да листочки видите они более-таки поменьше то есть если первое мы закладывали крупные мазки то эти поменьше фиолетово-розовый хинокритон с красным чтобы не было такого большого пятна зелени разобью его вот поверх каких-то таких красноватых цветов подброшу оранжеватый оттенок с коричневым таких тоже ну тоже обратите внимание да видите я этот оранжеватый и там и там то есть по всему букету там буквально несколько мазочков но по всему букету разбросала и вот здесь сделаем какой-то опавший лепесток к примеру кисть лайнер очень жиденько белилки и такими вот чуть-чуть поиграем добавим хаоса в картину то есть легкими движения тоже какие-то можно по краю букета типа колосков что-то такое добавить в середину каких-то мазочков вот здесь какие-то каракули добавим такой живости если пересветлили там можно темного добавить да черных прорабатываю добавляю веточки чтобы из букета у меня кое-где торчали то есть видно да что практически все ветки перекрылись которые мы рисовали но кое-где я все-таки добавила потом и вот поближе смотрите да какие мазки крупные вот они вот эти вот колосочки пришлепываниями видите какие они интересные все-таки получаются когда проводишь мастихином они такие вот более ровные а пришлепываешь такая интересная фактура фон очень тонким слоем написан видно что такая вот фактура холста видна цветы и все остальное уже более крупно такие цветы что-то непонятное пионы да или что такое какие-то импровизированные цветочки спасибо друзья за просмотр ставьте лайк этому видео поддерживайте канал желаю вам всем отличного настроения творческих успехов на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи пока-пока